Музыка При первых аккордах музыки Галина Иванова пускается в пляс. Ни зрители, ни возраст женщинами смущают. Мне плевать, что никто не хочет. Зато я тут буду выживать. Все стесняются. А что стесняться-то? Это же не хулиганство какое-нибудь. Концерт «Под открытым небом» прошел в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Их проводят Дом офицеров Самарского гарнизона и Союз «Бессмертные гусары». Сезон открыли еще в июне. С тех пор на площадке музыка звучит. Каждую первую и третью пятницу месяца. Ну и танго, и вальс. Мне очень нравится их репертуар. Они хорошие вещи исполняют. Каждый раз мы ходим на эту площадку, и каждый оркестр по-своему играет. Но нам нравится. Я всей душой слушаю музыку. На этот раз перед самарцами выступал сводный оркестр из двух военных гарнизонов. Рощинского, который дислоцируется под областным центром, и Тотского из Оренбургской области. Безусловно, это возвращение, как раньше было в советские времена. Всегда оркестр выступал на улице. Обязательно вальс, чтобы танцевали пары. Такие вечера – это продолжение традиции Самарского военного оркестра 214-го пехотного Макшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова, автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурия». Концерты под открытым небом на площадке у Дома офицеров будут проходить до конца лета. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.